Будет ли обязательная вакцинация в Казанском университете? Наши студенты, наши преподаватели должны быть к этому готовы. Как абитуриентам и обучающимся Казанскому университету оформить образовательный кредит? Даем время как раз сформировать и оплатить этот договор через нашу систему и уже включаем приказ. В перечне научных установок России включена и труба горения Казанского университета. Проводится физическое моделирование по закачке химических агентов, газовых агентов, паротепловых обработок внутрипластового горения. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Энджи Минибаева. В Елабужском институте Казанского федерального университета с 17 по 19 августа состоится 11-й международный фестиваль школьных учителей. Он объединит педагогов, ученых, специалистов разных стран мира. Фестиваль является признанным научным брендом КФУ, зарегистрированным Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации. Крупнейшие вузы страны издают приказы об обязательной вакцинации студентов и сотрудников. Без прививки не пускают на лекции и не заселяют в общежитие. Чем ответит Казанский федеральный университет. Могу ли я получать высшее образование в России, если не вакцинировался от коронавируса? Этот вопрос волнует и иностранных студентов. Ранее они могли привиться у университетской поликлиники КФУ по паспорту и страховому свидетельству. Теперь вакцинация иностранцев в Республике Татарстан поставлена на особый контроль. Было принято решение о приостановлении до разработки порядка вакцинации иностранных граждан на платной основе. Соответствующие вакцины в настоящее время в Республику Татарстан поступили. Для вакцинации иностранцев университет их тоже заказывает. И я думаю в короткое время, это спутник лайт, я думаю в короткое время они поступят в нашу клинику и мы продолжим эту вакцинацию. Есть вероятность, что либо университет, либо Республика Татарстан возьмут на себя издержки. По становлениям правительства России высшие учебные заведения отнесены к учреждениям с высокой степенью риска развития эпидемии. Поэтому в соответствии с предписанием Роспотребнадзора до 25 августа Казанский университет обязан обеспечить вакцинацию сотрудников. Сейчас администрация продолжает сбор информации о переболевших ковидом, проводит разъяснительную работу со студентами и преподавателями. Обязательных требований в настоящее время по вакцинации нет. Но при этом я отмечу, что ситуация очень быстро развивается, к сожалению. И бывает, что в короткие сроки ситуация в регионе, в Российской Федерации может ухудшиться. Мы не исключаем, что возможно принятие соответствующих решений. Поэтому и наши студенты, и наши преподаватели должны быть к этому готовы. В настоящее время нет обязательных требований о приезде или въезде, заселении в наше общежитие, для прихода в университет, а только вакцинированных студентов. Мы примем всех. В настоящее время у нас нет четких запрещающих документов. Но, безусловно, мы рекомендуем нашим абитуриентам и студентам вакцинироваться. Тимирхан Алишов подчеркнул, что в данный момент прививка от ковида является добровольным решением студентов и сотрудников, ответственно относящихся к своей безопасности. А также рекомендовал иметь при себе документ о вакцинации российским или зарубежным препаратам, результаты ПЦР-теста после перенесенного заболевания или справку о медицинском отводе. Ариадна Кугушева, Хафиз Гараев, Универньюз. Абитуриенты, обучающиеся Казанского федерального университета, могут получить образовательный кредит. Как и где его можно оформить, смотрите далее. Абитуриенты, преодолевшие минимальный порог и рекомендованные к зачислению, имеют право заключить договор с ВУЗом о предоставлении платных образовательных услуг. Облатить образование в КФУ можно как из собственных средств, так и воспользовавшись кредитом. Партнером Казанского университета является ПАО «Сбербанк России». Он предоставляет льготный образовательный кредит под 3% годовых не только учащимся КФУ, но и абитуриентам. Есть разные условия получения этого кредита. То есть это зависит от группы абитуриента, от его возраста, от достатка семьи и так далее. То есть условия могут меняться в разных кредитных организациях. Но именно партнером Казанского федерального университета является компания «Сбербанк», в которой можно взять именно льготный образовательный кредит по 3%. Кредит можно погасить как частично, так и полностью. Общий срок погашения льготного образовательного кредита состоит из двух периодов. Льготный период охватывает время обучения и 9 месяцев после окончания ВУЗа. Во время обучения ежемесячные взносы идут на погашение процентов по кредиту. Через 9 месяцев после окончания учебы начнется погашение основного кредита. Период погашения составляет 15 лет. Также есть возможность погасить кредит досрочно. Первый бюджетный приказ основной волной – это 17 августа. Затем мы даем тем ребятам, которые не прошли по общему конкурсу, изменить свое согласие на зачисление. Даем время как раз сформировать и оплатить этот договор через нашу систему. И уже включаем их в приказ по конкурсу в контрольные даты. По словам Александра Бибика, кредит можно получить в любом подразделении банка. Заемщиком может стать гражданин России в возрасте от 14 до 75 лет. По всем интересующим вопросам можно обратиться по номеру, который вы видите на экране. Плюс 7 951 899 2182. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюз. Трубу горения Казанского федерального университета включили в перечень уникальных научных установок России. В чем особенность установки казанских ученых, выясняла наш корреспондент. В России существует список уникальных исследовательских установок. От Татарстана впервые в этот список попала установка труба горения. Это комплексная серьезная установка, которая позволяет тестировать различные методы увеличения нефтеодачи на условиях, которые очень близки к тому, что происходит под землей. Установка применяется для тестирования методов увеличения нефтеодачи. В первую очередь тепловых методов, которые сегодня активно разрабатываются и тестируются для добычи тяжелых нефтей, битумов и других трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Эта установка у нас активно используется в различных проектах с нефтенными компаниями. В первую очередь компаниями «Татнефть», компаниями «Газпромнефть», а также зарубежными нефтяными компаниями. На сегодняшний день среди нефтяных компаний складывается общий тренд. Необходим подбор и разработка нетрадиционных источников запасов углеводородов, трудноизвлекаемых запасов. Соответственно, необходим подбирать оптимальные технологии и агенты закачки для максимального нефтеизвлечения. При этом оценивается не только сам коэффициент нефтеизвлечения, но также и факторы, сопутствующие процессу нефтевытеснения. Алгоритм приблизительно выглядит следующим образом. На начальном этапе происходит скрининг агентов, то есть подбирается оптимально, исходя из структуры нефтесостава воды, коллектора, пластового давления и температуры, подбираются определенные агенты закачки. А дальше на завершающем этапе происходит физическое моделирование, которое уже показывает совокупность факторов, материальный баланс нефтеизвлечения. И данная уникальная научная установка направлена на решение комплекса данных задач. Среди наиболее распространенных методов увеличения нефтеотдачи являются тепловые, химические и газовые методы. Данная установка уникальна тем, что она позволяет моделировать каждый из этих методов, а также подбирать гибридные методы увеличения нефтеотдачи. Образцы флюидов – это газ, нефть, вода, керновый материал для того, чтобы проводить эти исследования. Они доставляются с месторождения заказчика в нашу исследовательскую лабораторию. Дальше происходит анализ состава нефти, состава воды, фильтрационные имкостные свойства, минералогический состав породы. И после этого уже происходит сборка, сборка происходит здесь. Керновая модель, моделирующая паровые пространства, собирается в данном кернодержателе. Таких кернодержателей у КФУ достаточное количество. Они различны по длине и по геометрии. Так они обычно выглядят. То есть это труба. Труба, она рентгенопрозрачная, чтобы мы могли видеть изменения в ходе воздействия порового пространства. Это и макропористость, и трещиноватость коллектора. Соответственно, и также здесь имеются штуцера для размещения термопар. После сборки данная модель размещается уже в большой трубе, в которой создается обжимное давление. Затем, после создания термобарических условий, ученые могут приступать к исследованиям. На данный момент на ней исследуются различные процессы. Проводится физическое моделирование по закачке химических агентов, газовых агентов, паротепловых обработок, внутрипластового горения. Соответственно, в ближайшее время мы планируем также модернизировать. Отметим, что данная установка полностью собрана в стенах Казанского федерального университета с сотрудниками ВУЗа и является полностью отечественной разработкой. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюс. На этом все. В студии была Энджи Минибаева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин